всех приветствую друзья покажу вам еще один бой с турнира воля с лучшим играл я против 22 ранга сейчас найду этот бой блин уже сыграл столько боев уже фиг найдешь давайте глянем 15 минут небольшой мой карта зона риском боец попался достаточно сильный сыграл неплохо но его все же закидал мясом как обычно это дело в этом турнире к сожалению еще турнир не могу поиграть все отыграл за конфедерацию надо еще 100 звезд на фармить в пвп чтобы можно было там хотя бы поиграть турнир но я не успею остается 6 дней до окончания два дня пока эти звезды буду фармить в общем турнир к сожалению за конфедерацию пропускаю сыграть не смогу хотя бы попробовал на медаль сыграть то уж там 14 ранг серебряная лига с моей прокачкой можно попробовать и без поражений сыграть учитывая мой опыт игры вполне возможно противник забирать данный контейнер не стала него отбирать потому что он уже побежал за ним а у меня пикотин сбежал чуть ли налево ну вашу движение был другой и пока он там среагирует после нажатия компа бежит я понимаю что данный ящик взять это спорно был лучше пробегу сюда и заберу все что находится на центре карты сразу же с первых секунд боя начинаю захватывать флаг которая нам выдает в дальнейшем истребителе но противник тоже понимаешь это очень важный флаг поэтому сразу же два штурмяка отправляются для захвата данного флага мой стрелок под гладиком побежал прятаться в кусты чтобы его не убили потому что два в один сражаться бесполезно и вот здесь включается преимущество сопротивления ты можешь не сражаться с противником если знаешь что может проиграть то же самое в принципе распространяется и на ягуары то есть ты видишь что противник и зевсоград который пройдет на тебя хотя позиция невыгодная то ты всегда можешь отступить перегруппироваться занять более выгодную позицию поэтому я люблю сопротивление ставлю снайперскую вышку на случай с противника захочет меня рашнуть здесь тоже вроде ставлю снайперскую вышку в общем предыдущий боя проиграл как вы помните да который опубликовал там меня убили чуть-чуть не хватило оборонительных сужений здесь я решил перестраховаться поставил две снайперские вышки включая даже boost производства и начинаем массово производить койоты и стрелков для захвата нижнего флага если его сейчас не удержу то дальнейшему будет перезахватить очень сложно даже банально захватить так ну перезахватить данный флаг очень трудно потому что каждую минуту будут появляться новые циклоны циклон выбить достаточно проблематично на 1 2 штабы надо делать броненосцы до них и не выхожу не хватает времени ресурсов видите у меня практически нету я произвожу пехоту койоту в общем максимальное количество юнитов надо произвести в количестве и пойти перезахватить флаг вот появился первый циклон через минуту нам дед после удержания данного флага и отправляю свой кают на разведку надо понять вышел противник в море или нет да по поводу моря я тут косичнул немного второй двор поставил ближе к центру карты его было поставить вот сюда но к сожалению не получилось поэтому в море я не смог выйти у меня не хватило одной клетки чтобы вверх построить а противник уже вышел в море я понял что можно даже не строится туда а просто найти так на верочку мало ли противник к примеру не вышел в море можно сейчас же прям построить строй двор чуть ближе к морю и построить вверх кстати так и сделал расположил продвор так чтобы верфь можно было еще построить вот здесь но в целом после разведки я понял что мне это не нужно начиная атаку противника нужно захватить флаг были на я не знал что все это работает кто-то подписался в общем на мой канал в момент съемки видео сожалению бс она так показывает я не настроил это не сильно помешало продвигаемся дальше видим циклоны они прям очень быстро уничтожают мою пехоту за не помедленно обычный циклон flow и он с трех залп убивает одного флова стрелка но здесь видимо циклона у синего игрока не прокачан поэтому он очень долго уничтожает моих стрелков с этой стороны я произвел немного стрелков подведи дельты как видим дельты тоже не прокаченные выбивается очень быстро стрелками но в принципе сделал свое дело он разведал мою базу и собрал все ресурсы по земле а у по море точнее я продвигаюсь вперед захватываем штаб дополнительно 20 х он вроде бы дает нижний флаг ни в коем случае нельзя дать перь захватить меня надо удерживать как можно дольше дальше кричит они должны мне помочь отбить атаку и подстраиваем как обычно пушки вышки снайперские но неудача опять появляется молот которая очень быстро уничтожает мой строящийся пушку теряя очень много ресурсов молод стоит 130 ресурсов я потерял 300 очень сильно меня это затормозило развитие учитывая что противник 22 ранга экономика и стартовые ресурсы получше плюс он собрал все море сейчас на самом деле преимущество неплохое да он собрал мало контейнеров по земле в целом играем пока что на равных счастье у него не 23 ранг экономика не прям совсем фуловая потому что когда играешь против 23 ранга то или это 23 нет 22 у него кажется снабжение добывает на 20 ресурсов больше плюс логистика лучше прокачивать это с одного центра снабжения 20 ресурсов если там пять штук стоит то сколько получается примерно учитывая логистику наверно где-то 200 ресурсов в минуту может 150 ну 150 ресурсов в минуту это все же ощутимо очень ощутимо это можно сказать один молот каждую минуту дополнительного противника это все очень сильно может решить поэтому надо очень хорошо контролировать свою армию и вот чего я не ожидал увидеть так это вертексов как видите опять что строить пушку заводов дикобразов у меня нет меня ничего нету и чтобы отличить как-то внимание противника от себя я начинаю атаковать так сказать нужно его напугать пока он пытается защитить свой флаг нижней я по быстренькому начинаю строить завод спецмашин сейчас построить по нижней флаг все также пытается противник перехватить молотами но тут и грунтометчики с этой казармы постоянно производится бесплатно я их использую и не ну неплохо получается удерживать нижний флаг принципе эта масса пехоты которая потерял на этом флаге она выполнила свою роль от отлекла противника у меня достраивается по вам начинать с производства дикобразов но понимаю что ситуация на самом деле очень критическая противник сейчас просто перезахватит нижний флаг и далее у него будет восемь вертексов летать спустя какое-то время а это очень-очень имбово пытается он добить по волне что-то он после этого третьего залпа после четвертого залпа я так понимаю его сбил ложку он не добил противник все также молотами пытается уничтожить мои и хоть моих пехотинцев моих гранатометчиков но все же мясом закидываю данный флаг и не даем его перезахватить пошли юниты на слив а бункер кстати бункер тоже вроде мне до качи он должен убивать и вот появляется меня крещит причем он неплохо прям дает залп по вертекс но тут уже три вертекса летает крещит сбивается в итоге большим я пока поддержки нету к сожалению кричит недолго помогал мне в бою ему хотя бы один залп дал уже неплохо дикобраз пытается отстрелить вертекса противника играя на голд в воздухе как видим противник продавливает у него тайфуны уже пошли производства кричит и союзные они не сильно будут помогать если он допускает ошибку попадает под мои повом мы дикобразом и его истребителя сбиваю тут остается 3 стрелка которая пытается удержать флаг всеми силами подкрепление подходит постоянно заказ работает постоянно произвожу стрелков главное удерживать флаг чем дольше ты удерживаешь флаг тем круче бонус он тебе будет давать иногда даже нет смысла перезахватывать флаг противника которая дает ресурсы лучше просто собирать ресурсы которые будут выпадать с него он так будет выгоднее вам такой лайфхак так сказать противник начинает атаку вертекса попадает под мои повошки плюс тут кричит союзные неплохо помогает пробивает по юнитам заодно разведку база мне дал в общем нижний флаг все же отбит дотекание гранатометчиков по сути он мне выдают стрелков гранатометчиков и снайперов все это дело на халяву и как раз отправляется на защиту нижнего флага получается неплохо кричит еще раз заглянул на базу противнику тот вверх снёс у себя видимо чтобы ему хватало электроэнергии правильно сделал подобрал контейнер этот флаг и уже давно контролирует а уже по 170 по 180 ресурсов каждый сброс дают тоже неплохо именно вот этот флаг мне нами помог победить он сравнял нашу экономику противник не может удержать этот флаг и он не получает дополнительные ресурсы и от где-то так и получаю в минуту столько же сколько разница у нас с ним по центру снабжения прокачки уничтожается наверно пехота противника молота тут армия подошла неплохая у меня 3 декабра за стоит уже готовы встречать вертекса противником сейчас еще должна появиться авиация но в целом как мы видим игрок не сильной прокачки всем хоть и 22 ранг но что дельты что-то циклоны что пехота у него отваливается очень быстро если они были прокачены нормально то вот здесь вот он уже скорее всего перезахватил флаг но не прокачены к сожалению поэтому так получается уже два моих кречита летают начинают сбивать противнику вертексы тот пытается взаимно ответить ему тоже их сбить но вот сейчас кречит добивает похоже вертекс но в принципе дикобразным набили бы в общем бот уничтожает вертексы эти кречитами прикольно нам вот и здесь я чувствую что противника толком-то армии нету я не знаю куда он делал строит завод на 3 уровня на девс хочет выйти но это зря тайфунов нету молд он делает он их теряет от союзных кречитов а кречитам вообще пофигу на топливо они летают пока у них топливо не закончится и улетают за край карты то есть они что погибнут что не погибнут им в принципе пофиг они летают как мясо наносит урон чем дольше живут тем лучше но свое они отрабатывают отлично ну сейчас стребители естественно собьют залетел под два тайфуна ну хотя бы все залп ракет успел дать и здесь я уже полностью беру инициативу свои руки начиная минировать территорию чтобы противник вообще даже никогда не смог захватить данный флаг этот флаг мне очень сейчас сильно помогает заставляет противника отступить назад помогает тем что нужно производить тайфуны постоянно теперь подбиваться на кречитов а кречитов с каждой минуты становится все больше и больше то есть ну интервал между атаками становится меньше противник опять используют свои vertex и выпадает под кучу моих пво карта маленькая vertex и не могут летать не попадая под ложки противника то бишь под мои это мне очень играет на руку здесь отличную разведку делают союзные кречиты я понимаю что противника в принципе то на базе ничего нету а у меня full к уже 3 штаба второго штаба простите я играю до сих пор на втором уровне штаба уже 12 минут против 22 ранга да это называется не закидал мясо противник не успел это сделать в итоге видим флаги они отыгрывают свое и помогают мне затащить данный бой все здесь заминировано противник не пройдет в принципе неплохо получается все флаги под моим контролем и теперь остается только добить базу противника сейчас я скопируюсь в одну большую кучку и начну штурм ну первым делом сейчас отправлю гранатометчиков на уничтожение бункером так как надо сначала уничтожить анти пехотный юнит чтобы потом останутся голые зевсы да молот они такой толпе гранатометчиков никогда ничего не сделают в маленьких количествах и все как бы противник сдался здесь я так понимаю выполнял контракт вертекс уничтожал ли центр снабжения ну зачем это делал не очень понятно потому что в принципе у меня ресурсов накопилось много и вот уже три крещи там в небе летает моего союзника бота они уничтожают бункер который находится почти на центре карты очень правильно делают прям отличный союзник бот меня теперь заказ гренов может идти через центр они через угол как нибудь вот так вот и меньше контроля надо будет давать на это противника что пытается еще выжить выбить мне дикобразом но тут было пять дикобразов против четырех вертексов плюс сами истребисели противника были немного покосы на плюс 3 крещито постоянно в воздухе как поддержка и пв на моей базе все же он когда-нибудь под них залетает вот так то завалил 22 ранг в принципе еще такого героического не было противник слабой прокачки но в целом на самом деле таких игроков очень много на 22 ранге и победила их немало уже в этом турнире принципе мне кажется что турнир в легендарной лиге можно спокойно отыгрывать при учете если у вас есть навык игры и прокачка ну просто это найти то некоторые вы игроки золотой лиги очень боятся приходить легендарную лигу про я говорю про сильных игроков думал что они там будут мясом нет ребята тут на самом деле даже попроще играется чем с вами золотой лиги вы там блин все скил и вас фиг убьешь а здесь реально игроки они уже не такие опытные не так сильно бустят возможно нет такой прокачки фуловой вот и они там в принципе даже с 19 ранга с прокачка 18 ранга спокойно побеждаются так что в принципе можете тоже апать свои ранги и играть в легендарной лиги сейчас вас есть возможность зайти в легендарку отыграть турнир за два дня и получить первое место как это обычно нас происходит легендарной лиги не хотел на самом деле вам давать этот совет тоже мне сейчас самому же трудно станет играть следующие турниры но в целом лучше уж у нас пусть будет больше игроков топе лучше будет подбор в будущем я считаю так интересно будет играть ладно благодарю вас за просмотр спасибо за ваши комментарии за ваши лайки на поддержку всех благодарю и увидимся наверное на стриме вечером часов 8 9 но это планирую примерно так но знаете что где-то в это время я могу начать стрим все всем удачи